Между тем, детям в Казахстане могут ограничить доступ к ТикТоку, Инстаграму и ВКонтакте. Проект постановления правительства доступен на портале открытые НПА. Если документ примут, несовершеннолетние не смогут самостоятельно зарегистрироваться в социальных сетях. Понадобится разрешение родителей. Пока неизвестно, как ограничения будут работать, но родительская общественность уже высказывает свое мнение на этот счет. Первоклассница Адия и Деге с ТикТоком на «Ты». Короткие видео девочка записывает уже больше двух лет. Подписчиков и лайков пока не так много, но она точно знает, к чему идет. Говорит, хочет быть популярной. В шести лет начинаю. Там все легко делается. И там можно стать популярной. Люблю танцы, монтажи. Мама. Она говорит, что можно снимать, что одевать, вещи. Моя цель – 990К. Если запретят, я буду снимать в Ютубе. Увлечения Адии родители поддерживают. Они же участвуют в съемках роликов и лично контролируют каждый пост. Я поддерживаю ее в этом. Ну, естественно, ограничиваю по времени. Ей, конечно, дай волю, она 24 часа в сутки может там сидеть через ТикТок. Она совершенствует свой навык монтажа. И я думаю, что в будущем этой 100% пригодится. Ну, будет ей лет 15. Она уже в классе 8-9 может работать контент-мейкером, рилс-мейкером. А это профессии настоящего времени, на которых можно очень хорошо заработать. Чрезмерное пребывание на просторах интернета уже лишило детей навыка живого общения, уверены специалисты. У некоторых встречаются депрессии и неврозы. Другие получают преждевременную путевку к офтальмологу и ортопеду. Не все у нас дети умеют правильно фильтровать поступающую информацию. Поэтому здесь очень важно, чтобы взрослые контролировали, да, и регулировали вот этот процесс. С момента появления соцсетей, там, допустим, лет 15, да, мы наблюдаем утрату навыка коммуникативных связей у детей. То есть дети утратили навык выстраивания каких-то таких отношений в реальную жизнь. И если эта мера, которая сейчас принимается, да, государство наше, поможет возобновить, восстановить вот этот вот навык именно коммуникации среди детей, ну, было бы круто было бы. Ограничение не сама цель. Важно, говорят инициаторы проекта, защитить детей. В том числе от насилия, буллинга и суицида. В публичном пространстве документ пробудет до 6 июня. Он состоит из четырех разделов. Защита, педагогическая помощь и профилактика, охрана прав и информационная поддержка. У социальных сетей две медали. Нужно делать акцент на культурное просвещение. Если помните, в соцсетях была такая игра, как «Синий кит». Тогда общественность говорила, почему государство не возьмет под свой контроль, почему нет ограничений. И сейчас, когда мы говорим об ограничениях, это не означает тотальное ограничение. Речь идет о доступе к правильной и нужной информации. Поэтому это нужно воспринимать как помощь и поддержку для психического здоровья и эмоционального состояния детей. Напомню, впервые об этом заговорили в апреле этого года. Можилисмен Аманжол Алтай высказался о запрете ТикТока. Платформа способствует насилию, буллингу и жестокости. Среди подростков заключил народный избранник. А сегодня об актуальности проблемы говорят и в стенах Сената. «Безусловно, такая тема назревает давно. Какие-то правовые меры, регуляторы доступности детей на определенные сайты, на определенные странички, конечно же, нужны. Поэтому это вопрос достаточно глубокий, который нужно порабатывать со всех сторон. И с общеобразовательной стороны, внутри семьи, по психологическому воспитанию. Но все нужно делать абсолютно, скажем так, в рамках нормы. И не перебарщивать, чтобы не было перекоса ни в одну, ни в другую сторону». Если документ примут, ограничения заработают в первой половине 2025 года. Меры коснутся регистрации в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке и даже в Ацапе. Санек Убжасарова, Диас Ховланбаев, Айдарбек Благобеков и Тулиген Иманов. Хабар, 24.